Безмятежный летний лагерь Днестровские зори и лишь у одного из корпусов шумно и людно вернулись с этюдов живописцы. Это участники симпозиума Тирос Пленер 2015. 18 мастеров кисти из самых разных уголков мира, включая Европу и Азию. Сейчас они творят в едином порыве и имя их вдохновению – Приднестровье. Прошла уже почти неделя с начала творческой экспедиции в наш край. После ознакомительных поездок появились первые впечатления и, как следствие, первые работы. Три дня мы уже работаем. Опять же, я повторяю, с Кицкана, монастыря и плодармы. Миндеры вчера ездили, тоже писали. Ну и некоторые художники уже по несколько этюдов сделали, от трех до пяти этюдов уже есть. Некоторые здесь ходят, Днестр пишет. Тирас приездили. Разные школы, разные подходы. Каждый из творцов видит Приднестровье по-своему. Но все сходятся во мнении, что наша страна обладает неповторимым обаянием и, конечно же, достойна отражения в искусстве. Валерий Давыдов – живописец из Кировограда. У нас впервые. Он счастлив повидаться со старыми друзьями, с которыми уже принимал участие в подобных акциях, и завести новых. Но архитектурой просто очарован. Важно это высмотреть. Высмотреть и увидеть эту красоту. Зачастую люди, которые живут на этой местности, они уже присмотрелись и они не видят. Их не поражает то, что поражает человека, который первый раз уйдет. Сейчас мы, вот уже второй день мы работаем возле монастыря. Я человек верующий. Для меня вообще я перед этим буквально недавно был в Иерусалиме. И я скажу, что вот этот монастырь у вас в некоторых местах даже лучше, какими-то частями своими, даже лучше, чем то, что я видел на Иерусалимской земле. Валерий Емцев – мастер из Кракова, президент организации «Искусство без границ». Он уже второй раз посещает республику и вновь наслаждается нашей уникальной атмосферой, которая художнику особенно близка, ведь у него славянские корни. Здесь есть особый климат, особое освещение, особое солнце, южное. И вот этот климат надо передать. Я приложу все усилия, чтобы это сделать настолько хорошо, насколько я смогу это сделать. В числе тех, кто только открыл для себя этот край, молодой живописец Лю Цзянь из Китая. Художники, которые уже побывали у нас, говорят об одном. Приднестровье – это страна, в которую хочется возвращаться. Результатом пленера, который продлится 12 дней, станут 36 работ, хоть и написанных в реалистичной манере, но все же таких непохожих и по-своему интересных. Совсем скоро они поступят в Государственный музей. Остальные картины, а их, конечно же, будет написано больше, живописцы увезут с собой. Это значит, что пейзажи нашей республики увидят и в других странах мира. Екатерина Чеботарь, Артем Белянский, Иван Зелинский, Пендерское телевидение.